Так. Отже. Начинаем с антеной. Начинаем с антеной. Ставим автомат. Ну и спочатку, мабуть, счет СТК, а потом уже формат невызначений и все еще. Ну, первое. Нехай у вас есть вимикач. Что вы можете сказать? Как он работает? У него есть два стана. Включен или выключен. Так. Ну, соответственно, если нажали, то он будет переходить из стана включена в стана выключена. Если еще раз нажали, то он будет переходить из стана. Да? Нам, взагалі кажучи, неважливо, как мы построим вимикач в середине. Потому что его работа я должен писать такую диаграмму. Так. И все вимикачи будут так реализовывать. Ну, кроме других классов вимикачей, то нужно нажать тримать или вообще что-то. Все просто. Так. Я взглянув в более сложную конструкцию свитлофора. У свитлофора есть три стана. Вон червоним, блин, або жовтим, або зеленим. Да? Да. Как он говорит? Ну, есть внешний даймер. Он ему кидает сигнал. Так. Через певные промежки часа. Отже, был у нас в червоном стане. Перейшел ему сигнал до даймера. Он перейшел в желтый стан. Точи? Точи. Червоний. У жовтому стану приходиться сигнал до даймера. Він перемикается в зеленый. У зеленого стану приходиться сигнал до даймера. Він перемикается в зеленый. Он появился даймера. В однойциональной занше? Вảo мне как раз в червоный,ップ receкует тут sorte Нет, нет, нет. Вifies, нет, нет. Возьмение меняет много, кто знает. Après publishers Porco в желтый он зеленый. В Parkour сами выходят в желтый. В su OM. Взеленый,往 substances blanc. Да, мы не говорим только в 20 танках, это говорим. Там еще синий. Так вот, если он перейдет в этот желтый стан, какая будет гора реакция на земле Виталии? Он должен повернуть в золотник. Мы желаем, чтобы он повернулся в червоне. Потому что на самом деле... У меня будет не один желтый стан, а два разных. Потому что колор один, а поведенка разная. И в этом остальном, он на сигнал таймера перейдет в червоне. Так? Да все, что за мной может быть. Но мы разведаем еще абстракцию. Абстрактных автоматов из боев не было. Абстрактных автоматов. Но вам должно быть понятно, что это еще не вовный диаграмм работы светлофона. Потому что у него есть еще режим, когда он вымкненный. З которого он начинает работать. И есть еще режим ожидания. Когда он только блин и желтый, и все. Ты имеешь в таком случае в коем случае? Ну, то нам нужен еще окремый режим. Ну, окремый стан желтый 3. И специальные сигналы, чтобы он перейдет в этот стан. И чтобы он вышел в этот стан. Специальный стан в КВ. Чтобы он вымкнулся. Ну и так все. То есть мы можем описать поведенки светлофоров. Ну, это его основная цифра работа. Но если мы ускладенем описки этого поведенки. Вот тут додаются новые машины, новые ребра, новые сигналы. Да? Да. То есть, в принципе, будь-який приспіль, который имеет терминованную поведенку. То есть вы знаете, что он должен делать. Вы можете это описать. Его можно изобразить вот такой диаграммой и спостерегать, что происходит. Просто вытащи пальцем вперед. Да? И еще раз. Вытягиваем. 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 Кто памятается. Я. Мы все. Я только одно узнал. У вас есть число х, что складается с певных цифр. У вас есть число иверек, что также складывается из первых цифр, и вы обрислили их сумму. Она может быть на одну цифру больше, но когда вы будете добавлять цифры до цифры, у вас может выникать что? Из-за того, что на самом деле тут еще и будет выявляться. Какаясь С1, тут С2, это Н-1 и это Н. Это переноси из предыдущих разрядов. Я могу описать алгоритм, который будет обчислен в рисунках двух часов. И для каждой пары цифр он однозначно поверне значение ЗІ. Но если это равно 0, то это будет одна однозначность. А если 1, то совсем другая. И для каждой пары цифр. Я могу написать процедуру, которая будет оберегать поточное значение битопереноса. Ей на вход будет падать две цифры, она поверне наступную цифру, цифру результату, и переочислюет этот бит с переносом, который она сохранит. И снова будет сохранить новое значение битопереноса. И она будет посвятована. Хит, 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 хит. На вход две цифры, на вход две цифры и внутренний стан, который связан с этим значением, он всегда будет оберегаться. Но мы сохраняем только одну додатковую цифру. И все. Да? Угу. Видите? От вас это разные типы автоматов. Там автомат, который, скажем так, признает восстание. У вас або ввмкнено, або вывмкнуто. Так? Світло-фар, ну, он как раз реагирует на солнечные сигнали и что-то делает. Так? Он ничего не продумывает, он просто что-то делает. Тут, ну, уже сложнее автомат, назовем его перетворювачем. У него на вход падают какие-то данные, он их перетворяет какие-то вихідные данные. Чтобы правильно это сделать, у него есть додатковая информация, которую он сохранит. Но эта информация, она обмежена. Она не может напопичивать это несключенность. Вот так. Ну, и это все подводит нас до обстрагирования. До того, чтобы задать это первой информальной системой и дослеживать ее, цей первой информальной системой, не вдаючись в деталях, что самое мы моделюемо, что самое мы обрабляемо, что самое мы продукуемо. Боя загальня ценность. Абстрахтным автоматом мы называем упорядкованную пятерку. Я буду автомати позначать А красивыми. Порядкованная пятерка складается с трех множин до двух виду графика. Это у нас множина станет. x – это множина входных символов, або сигналов. y – это множина вихідных символов. f – я зараз напишу, але потім скажу, що можливі нюанси. f – функція переходу, яка з поточного стану та вхідного сигналу переводить автомат у якийсь інший стан. Функція переходу, яка з поточного стану під дією сигналу х надає якийсь вихідний сигнал х. Функція переходу за увагу, яке? Насправді це недогма. Ми автомати будемо по ходу дії переформульовувати звідки властивості, які ми їм забажаємо надати. Скажімо, автомат у нас може бути напередковано двітеркою, напередковано вісімкою. Ми додаємо ще якось їй. Або навпаки мати ще найш об'єктів, то скажімо, він може не мати вихідних сигналів. Він тільки реагує на різні дні і все, і більш нічого не мати. Це все буде потім розповідано. Що потрібно сказати ще? Ну, термінологія, знов таки. Якщо функція переходу на вході Q1 х до рівня Q2, то ми кажемо, що автомат у стані Q1 під дією сигналу х переходить до стану Q2. Та й що в нас? Має така рівність. Автомат у стані Q перетворює вхідний сигнал х у вихідний сигнал х. Знов таки. Сигнали – це термінологія, що йде зі схемотехніка. Символи – це термінологія, що йде від не ту рівню жінці. Тобто це з двох різних боків. Тут розвивалася термінологія. Я буду використовувати іти. Де? Де ми це все використовуємо? Дістаньте ваші смартфони. Це величезні автомати. Вся їх поведінка строго регламентована. Так, щоб її повністю описати, вам знадобляться сотні тисяч станів. Ось. Случаю зв'язок величезній таблиці для функції переходу і виходу. Але це все описано. Описом займається нове програмування та відповідні компілятори. Ось. Ну, щоб це якості. Прийоми? Я? А дивіться, а якась ніча, ніж першим і другим? Яка ніча, ніж під дією ікс переходить і перетворює? Ну, це дво різні парації, два автомати. Стан — це внутрішня пам'ять. Її не зберігає, щоб коректно працювати. А ігра — це те, що він продукує на вихід. У нас можуть існувати автомати без станів. У нас можуть існувати автомати без вихідних символів. Можуть існувати автомати без хідних символів. Тобто тут. Ну, це просто два різних відображення. Так. У мене є шпархалка, щоб я нічого не забув. Ну, знов таки, все почалося з хромотехніки. Так. Всі ваші процесори — це нащадки дуже простих електронних культурів. Ще навіть не електронних. У нас автомати використовується як програма забезпечення для розробки та перевірки цифрових схем. Потім воно вийшло за межі сутої електроніки. І вже почало просто, там, певним чином перетворюватися з нами. І, відповідно, ми маємо те, що згодзяти. Лексичними аналізаторами. У вас є певна мова. І ви хочете, щоб те, що ви оцією мовою промовляєте, виконувалось. Автомати — вони вміють все робити. Ну, відповідно, це компілятори. Це парсери. В тебе є текст, а ти шукаєш, що в ньому щось корисне. Оце парсер це займається. Ось. Що там в мене ще виписано? А, ну, власне, оброблювати текст. Ну, і три крапочки, тому що зараз це величезна навіть індустрія, я б сказав. Це розробка всіляких форматних мов і того, що з ними можна робити. Оце в мене буде... Та не просто, ну, пошукові системи. Те ваш Google — це також величезний автомат з обробки текстів. Одна частина оброблює те, що вона знаходить в інтернеті, інша — шукає за вас те, що ви хочете. Якщо буде час наступного тижня, то ми розглянемо первинні алгоритми пошуку тексту. Ну, сліву тексту, який побудований саме на автоматах. Так, о, що я забув? А, ну, тут пишіть. Так, ось... bei datomining! Про те, що зараз дуже популярно для нормавих таразів. І що це таке… Ось. Коли у вас є задача обробки величезного номера даних, ну, знов-таки, щоб це зробити, ви повинні сформулювати, що ви хочете. Що ви бажаєте від цього носеру даних, ви заформулюєте певную формулю, вислово. и запускаете автомат, который за вас шукает. Но сами вы не сможете. За много данных. Вот. Очень важный инструмент. Это моделирование процесса. Ну, вы на всех прикладах бачили, что на самом деле я не разбирался в том, как работает светлофон. Я промоделював его поведенком в первом автоматике. И это окременный напрямок в математическом моделировании, когда вы можете изображать определенный процесс в виде набора скринченной количества станков, которые могут быть разные, и связками между ними. И потом что-то. А что-то выполняется. Або не выполняется. А еще что-то. Так. Ну и это все практичные значения. Теоретические значения. Для нас теория автоматов в первую очередь будет фундаментом для теории алгоритмов, для теории складностей, а взагалі для понятия обчислюваностей. Потому что, как вы знаете в следующем семестре, все, что вы можете обчислить, вы можете обчислить только на автоматах. Да. Так. То есть это черт-черпост, который на сегодня не доведен, но не простовелен. И все верят, что он появится. Так. Теория огоритм и теория складостей. Ну, це фундамент. Ми кажемо, що алгоритм це насправді опис певного автомату, який робить щось. Що? Ну, що ви йому кажете? Хто його робить? Якщо не правильно сказали, то він не правильно зробить. Бо він який? Дуже прямий. Він виконує ровно те, що ви йому сказали. Я хочу вам без програмування. Виконує компілятор те, що ви йому кажете? Та, так. В мене зараз буде класифікація автоматів і будуть типи автоматів. Насправді це дуже пов'язані речі, це немовно, я їх так розніс. По классификации больше относятся до точных возможностей, а типы, ну, это типы. Это класс автоматов, за которые они будут референсированы. Значит, первое, вас автоматы могут быть сконченными или несконченными. Значит, мы говорим, что автомат сконченный, если все три множили Q, X, X, Y – сконченными. Тобто у вас сконченна кількість станций, символи вхідних и вихідних. Это можно описать в какой-то великой, но сконченной кондицией. Если хоть что-то из этого порушается, то мы говорим, что автоматы несконченными. Наразі мы не будем расследовать несконченными автоматами. Это суто математичная ситуация. Далее. Мы говорим, что автомат полностью визначен, если функция F и функция G не видображены. То есть для каждого возможного входа они что-то превратят. Если F или G не есть видображение, то мы скажем, что это частковый автомат. Что происходит, если у вас автомат частковый, и вы попадаете в стану с таким входом X, в каком функция не визначена? Ну и он завершает работу с входом. И говорит, что нет, 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 нет. Меня до этого не хватало. Есть певные методы, чтобы перетворить частковый автомат в обысковое значение. И это на следующем году мы не хотим. Далее. Автомати могут быть детерминованными и недетерминованными. Мы говорим, что автомат недетерминован. Если функция перехода имеет вот такой вид. То есть она превратает не один стан, а сразу несколько. И мы трактуем это так, что автомат может находиться сразу в несколько вставах. Потом на следующем вопросе он еще в несколько вставах. И оно начинает так изменяться. Значит, для чего это делается? Ну, за счет. Ну, за счет. Очень часто это просто спрощает описание. Тобто задача описывается недетерминованным автоматом малого размера. А если создать точно недетерминованный автомат, то он будет завершен. Вот. До этой сложности, там разговаривают класс недетерминованных автоматов. И там эту недетерминованность трактуют, как то, что автомат мает певные початки розума. И он может принимать решение, в каких из этих важных станций переходить. Какой ему лучше? Звідки ли он это берет? Это никто не знает. Может и может. Ось. Есть класс рандомизированный автомат. Когда мы еще беремо генератор випадковых бит. И, благодаря этому генератору, автомат выбираем, в какой самый вставок он переходит. В какой? Випадковый. В який вичный. Ось. Если функция F однозначная, то для каждого стану, каждого сигналу мы возвращаем только в этот стан, то это будет детерминованная. Детерминованный автомат всегда находится только в одном стане, поэтому его поведение описывается в точке. А в недетерминованного он может вереваться. Ну, власне, за злотину так и перейдеться. Визначено, так? Не визначено. Далее. Дуже часто у меня есть специальный стан, с которым автомат всегда начинает работать. Наразі тут никто не сказал, что автомат может начать работать с вставок Q1, с вставок Q2, с какого-то другого стану. И как, взагалі, этот стан поправится. Часто выбирает початковый стан, в якому автомат завжди починает свою работу. Как это классифицирует автомат? Как это классифицирует автомат? Ну, это специальный класс автоматов, который называется инициальный автомат. И в образ автоматов вносится этот стан П0 как окремный образ. Инициальный означает, что он инициализированный. То есть мы всегда знаем, из которого он начинает работать. У неинициальных автоматов работа может начаться с довольного стану, и мы вообще не знаем из которого. Но, соответственно, поведение автоматов будет отличаться. Даже если вы будете продавать одинаковые входные деньги. Вот. Да? Да. Парф. Ты был автомат? Вы сейчас видите? Первый тип. Это так называемые автоматы без памяти. Для этих автоматов у нас нема же одного стан. Мы же на стане дверей поражено нижней. Поверно, сам автомат визначается, как тринка. Вхідносимо до функции перехода. Функция перехода – это просто певная функция, что переводит множину х в множину ух. Что такое автомат без памяти? Это просто опис певного отображения или певного функционального отношения между множинами х стаи. Для чего это делается? Это не автомат в том смысле, который мы в нем сделали. Он всегда делает не то же самое, с одинаковыми входами. Перетворювать вход х в вихід у, без усилляких додатковых параметров. Вводят этот класс, по-первых, для унификации описа. То есть, что изображения есть частковыми випадками автоматов, поэтому результаты теории автоматов будут использованы и до видображения. А по-друге, это не с хомотехниками. То есть, мы висуем побудову таких видображений через певные базисные элементы, как и все другие типы автоматов. Так что мы умеем вводить автоматы, то можем не вводить специальный класс видображений, а просто развивать их из частковых випадок в нашем автомате. Другой класс – это автономные автоматы или генераторы. Это класс автоматов, у которых нет вхідных сигналов. Они взагалі не реагируют на то, что там что-то происходит. Далее на самом автомат вписывается, как четвертка, станет, выходит, функция переходит на функционирование. А можно приклад делать? Я это сейчас введу, а потом остальные певцы, я буду наводить его в приклады. Функция перехода просто переходить с одного стану в другой, детеримунованным шляхом. Функция методом для каждого стану повертає певный сигнал. Но на самом деле приклад очень простит. Метролог. Он вам даёт тактик, не смотря на то, что там происходит. То есть все таймеры, все генераторы довольных сигналов, если это просто генератор, который не принимает различных данных, он работает окремо. Ну вот, монотонные очевидения и тактовые генераторы – это, может быть, в голову прикладных автоматов. То есть автоматы, которые дают первые сигналы в систему. Потому что они ни от чего не заложат, а все другие будут заложать от этих сигналов, которые они выпускают. Ну, насправді, перший и другий класс – это таки дуже-дуже… Я даже не знаю, как их называть. Не цикавием автоматы. Цикавием начинается с третьего класса. Третий класс носит загальную назву автомат без выхода. Ну, как можно понимать, у нас теперь нужна не грифтор, а не грифтор. Ну, просто поражение может быть. И автомат описывается как Q, X и F. Декабь – это, в нас будет видеть обращение. Ну, это достаточно. Серед усіх автомат без выхода, мы разведаем окременный класс так называемых «розвизнавчиков». Значит, «розвизнавчик» – это автомат такого виду. Значит, QXM. В него обязательно есть початковый стан Q0. И есть специальная множина станет, которую мы называем множиной терминальной станет. Значит, Q0 – это початковый стан. Значит, Q0 – это початковый стан. А QT – это терминальный стан. Значит, что делают такие автомати? Вам на вход идёт певное слово, автомат начинает его обработать. Значит, под дією сигналов с X, он переходит из початкового стану, а какой-то другой стан. Переходить, 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 переходить. Слово закончилось. А то есть стан, в котором автомат завершил свою работу. Если этот стан не лежит множиной QT, то это слово разобралось как правильное слово. Автомат его «розвизнав». Если это какой-то другой стан, то автомат его не «розвизнав», то это не корректность. Приклад такой работы – компилятор. Вы ему на вход подаете величезное слово, которое вы звёте программой, а он его «розбираю», 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 «звизбираю». Если он уйдет до корректного стану, то значит текст программи не поместит синтаксичный помилок. А если что-то не так, то в зависимости от того, в каком стану вы завершите работу, то он вам покажет, где у вас помилки и какая сада. Да? Да. Да. Так, все помятают, что это х и зерочку. Угу. 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 Ну, эти розпізнавачи – це дуже великий клас автоматів, і, взагалі кажучи, в останній троякціях ми будемо займатися лише розпізнавачами. Угу. Угу. Ну, подивиться. Ми зробили множину q порожньо, множину x порожньо, множину y порожньо. Ну, смотри, Мабуть, есть еще автоматы, для которых все эти три умножения не пророчат. Они называются «Перетворювачем». Або автоматы мини. Это, в основном, тот ученик, который их выгодил. Вот это повно-розмёрный автомат с усима множинами и функцией нефи тут есть. Я окриво частково выпадал. Если у нас есть какая-то функция h, которая для каждого состава превратает певный символ, вихедный, мы эту h звернем в эту функцию. то есть это разумники. И ж в квюх это запись как х в квюх в квюх То есть вихедный символ, который превратит этот автомат, зависит только от стану, в который он переходит. И не зависит больше ничего. Ни ничего. То такой автомат называется автоматом нюра. Это функция перехода, так? То есть автомат в стаде q, который от действия символа х, переходит в какой-то другой стан, и должен вернуть какой-то символ. Это загальна схема перетворювача. Но если вы вернете, что символ, который он повертает, зависит только от того стану, в каком он попадается, и не зависит больше ни от чего, то это специальный подклаз перетворювача, который называется автоматом нюра. Это тот нюр, который выгодил закон нюра, что у нас каждые пів года обчисленная потужность дважды увеличивается. Он должен быть чувствовать. Нет, нет. Вот. Чему этот класс важный? Из двух причин. По-перше, какие автомати поспеши описывать? Вам не нужна функция G2 параметричная, а вам нужна функция H1 параметричная. По-друге, мы этого, может быть, сегодня не успеем, но каждый автомат нюри можно перетворить в автомат мюра. Тобто можно перебудовать автомат таким чином, чтобы властер выполнялся стиль. Вот. Я? Нет. Я даже не спрашиваю, что вы понимаете, вы понимаете, что еще не понимаете. Но мы делаем. Нет. 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 Я не очень включённый объем информации на вас. Пора? Да. До свидания. До свидания.